Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! Существо депутатской работы, как политика, как общественника, как представителя интересов своих избирателей в конце концов. Однако, как выясняется, многие думают иначе. Встречи — это одна из немногочисленных, еще работающих форм прямой связи высшего законодательного органа с избирателями, с народом. На встречах депутат отчитывается о проделанной работе, дает возможность высказаться и задать вопросы всем желающим по любой проблеме. Авторы инициативы, в общем-то, не скрывают, что в значительной мере она обусловлена тем, что якобы имеют место злоупотребление, что якобы под видом встреч с избирателями проводятся митинги. Со всей ответственностью заявляю, что и я, и мои товарищи, да и многие коллеги, присутствующие здесь в зале, проводили сотни, если не тысячи встреч. И если из-за страха навлечь на себя гнев начальства, местные власти в очередной раз запрещают даже крохотный митинг, то вопрос не в том, что приезжает депутат и старается сдвинуть тяжелую ситуацию с мертвой точки, как-то помочь населению. Вопрос в том, что чиновники боятся за свои кресла. Буквально пара примеров того, как полезны встречи. Как только начались трагические события на юго-востоке Украины, в Донецкой и Луганской народных республиках, депутаты от КПРФ, да и многих других партий, в том числе представленных здесь, в этом зале, провели массовые встречи с избирателями, с нашими с вами согражданами у посольства Соединенных Штатов Америки. Тогда все единодушно выступили против инспирированного из-за рубежа кровопролития, против убийства русского населения и развязанного фашистской хунтой террора. Сейчас эта позиция стала практически общегосударственным трендом и в средствах массовой информации, и в коридорах власти. Но первыми оперативно отреагировали коммунисты, проведя встречу с избирателями. Может быть, надо было недельку подождать? Может быть, нужно было равнодушно взирать на то, как развязывается война и вершатся преступления? Второй пример. В Москве на предприятии «Главмостстрой» рабочие пять месяцев не получали заработную плату. Благодаря тому, что вмешались депутаты от КПРФ, провели встречи с избирателями, ряд других мероприятий оказали помощь, в итоге 800 человек получили положенную им заработную плату. Сейчас предлагают наложить фактически запретительные ограничения на любой массовый контакт избирателей с депутатом. Вопрос в том, что людям, нашим с вами избирателям, элементарно не дают высказать свое мнение. Население заставляет молчать чиновники всех мастей и рангов, получающие, я напоминаю, зарплату из налогов честных граждан. А получается, что за деньги населения чиновники сначала проводят губительную социально-экономическую политику, а затем затыкают рты тем, кто с этой политикой не согласен. Казалось бы, парламенту следует со всей серьезностью и ответственностью подойти к данной ситуации. Наполнить казну для того, чтобы направить деньги в те сферы, которые явно недофинансированы. Способствовать повышению компетентности работы госаппарата на всех уровнях власти, бороться с коррупцией, ну и так далее, и так далее. Увы, к сожалению, мы видим обратное. Вместо того, чтобы бороться с корнем проблемы, Государственная Дума получается, пытается взять на себя роль, ну знаете, такого карикатурного буржуазного парламента из советской пропаганды. Но зависимость решений думского большинства от исполнительной власти приобретает уже, ну какие-то совершенно неприличные, комичные черты. За примерами далеко ходить не надо. Буквально позавчера мы с вами стали свидетелями, как думское большинство по вопросу о продлении бессрочной приватизации фактически за неделю коренным образом изменило свое мнение на противоположное, получив указания от председателя правительства. А мы все понимаем, что указание было от президента России. Причем одни и те же люди готовы энергично отстаивать диаметрально противоположные точки зрения, даже глазом не моргнув. А сегодня исполнительная власть пытается руками самих депутатов решать собственные проблемы, фактически вводя запрет на встречи. Это же вопиющая нелепость, когда представители высшего законодательного органа будут испрашивать разрешение у исполнительной власти на осуществление своих представительских функций. Вместо того, чтобы просто поручить исполнительной власти оказать содействие в организации проведения встречи, обеспечении на ней безопасности, депутаты будут просить, можно мы немножко поработаем в качестве парламентариев. Это унизительно и для депутатов, и, что гораздо хуже, унизительно для избирателей. Как после всего этого Вячеслав Викторович будет вручать в этом зале высокие награды за особый вклад в развитие парламентаризма, за исполнение представительских функций? Коллеги, поддерживающий такую инициативу депутат не просто признается в том, что ему абсолютно неинтересны встречи с избирателями и что он не собирается их проводить. Такой депутат фактически расписывается в собственной политической несостоятельности, в своей безоговорочном подчинении диктату исполнительной власти и готовности делать все, что ему прикажут чиновники. Имена этих людей будут вписаны в скрижали душителей российского парламентаризма. Этот год, год столетия двух революций, как вы все хорошо помните. Здесь уместно вспомнить слова Владимира Ильича Ленина. Мы, большевики, участвовали в самых контрреволюционных парламентах, и опыт показал, что такое участие было не только полезно, но и необходимо для партии революционного пролетариата, для подготовки социалистической революции. Я призываю вас, господа, если нет возможности или желания действовать из гуманизма к собственному народу, то давайте действовать хотя бы из гуманизма к себе. Вспомните, чем окончилась для царизма и царской думы эпоха постоянного закручивания гаек. Вспомните, как утратили свои капиталы и олигархи, и депутаты, их защищавшие, когда у народа лопнуло терпение, и он сбросил своих угнетателей сто лет назад. То, что сейчас народ пока еще просится на встречи и митинги, и в целом стоически терпит, достаточно бесчеловечное отношение к себе не означает, что это продлится вечно. Нужно понимать, что когда запахнет жареным, когда у народа уже лопнет терпение, и он выйдет на улицы, окружит органы власти, тогда к кому в первую очередь обратятся для того, чтобы вышли и успокоили народ? К депутатам. А депутаты будут вынуждены развести руками и сказать, извините, приходите через недельку. У нас же ограничения по закону, мы согласовываем. Подумайте об этом, господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова